Планировали закрыть травмпункт на полтора месяца, а пришлось больше, чем на полгода. Причина – поставщик не смог предоставить то оборудование, которое требовалось. Только теперь его удалось заменить и в 22-й поликлинике возобновили прием экстренных пациентов с травмами, а исследования проводят на современном цифровом рентгенаппарате. Впереди еще четыре недели в гипсе, полмесяца уже отходило. 22 марта Ирина Кускова шла с работы, поскользнулась на гололеде, упала на руку. Сама медик сразу поняла – перелом. Знала, что на Зорге травмпункт закрыт на ремонт. Муж отвез в 16-ю поликлинику на Пархоменко. Там очень хорошо, очереди там не было. Приняли сразу врач очень, вообще и медсестра, и врач с пониманием. Обезболили сразу все. Не знаю, нормально, повторно я вот второй раз сюда прихожу. Есть, да, перелом со смещением. Ну, хорошо без операции, что, слава богу, обошлось. Маршрутизацию экстренных пациентов с травмой из Кировского района в Ленинске пришлось изменить в связи с ремонтом и переоборудованием. На Зорге временно были лишь повторные и плановые приемы. А круглосуточный травмпункт разместили на базе 16-й поликлиники. Там же трудились и специалисты из 22-й. На этой неделе вернулись на Старые площади. Стол выдерживает массу пациента до 350 килограмм. Ознащен лифтом, это очень удобно. То есть можно варьировать высотой, необходимой для пациента. Цифровая обработка снимков позволяет хорошее качество снимков иметь. Этот современный низкодозовый аппарат пришел в поликлинику не сразу. Первоначально поставщик планировал доставку оборудования другой конфигурации. Столик был не тех размеров, потом лифтовый подъемник не соответствовал техническим условиям. А по 44-му федеральному закону все должно подходить буква в букву. И принять такое оборудование мы просто не могли. И нам было очень важно при планировании, модернизации оборудования, переоснащения, чтобы оно соответствовало современным стандартам и требованиям. И трампункт работал в круглосуточном режиме с максимальной точностью и качеством оказания медицинской помощи. Сейчас все оборудование в поликлинике соответствует стандартам. Преимущество цифрового оборудования, оно очевидно. И доктора об этом говорят, что это действительно скорость увеличивается. Пусть не в разы, но тем не менее, потому что не нужно обрабатывать пленку. Нам не нужен уже, в общем-то, рентген-пленка как таковая. То есть мы можем работать либо с помощью диска, либо обычной бумаги А4. Среди новинок поликлиники два рентгенапарата, маммограф. Два года назад получили флюорограф. В детском отделении также все оборудование цифровое. Наталья Цопина, Алексей Зубила, Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова